Пошли митинги какие-то, заявки на митинги зон, которые требуют вернуть их мужей из мобилизации. И это на самом деле довольно опасная для Путина вещь, причем очень серьезно опасная. Для него серьезно опасно. Сам по себе Гиркин для него не опасен, потому что он свой. Но какая-то часть вот этого националистов и неонацистов, которым импонировали идея Гиркина, она же сидит в спецслужбах, она сидит в армии. И Путин 23-24 июня понял, что все эти люди не собираются выходить его защищать. А некоторые даже вообще там отказывались бомбить Привожина и так далее. То есть на самом деле они ощущают, что у них нет никакой 82% поддержки. Все, что рассказывают, это вот поддержка в каком-то публичном пространстве. Там Соловьев, Симонян, вот они про это дело рассказывают. Там Песков говорит, вообще 90% у него. Ну если 90%, почему вы не организуете нормальные выборы? Почему Путин ни разу не организовал нормальные выборы? А это, кстати, ответ на это очень простой. Он просто, это претит его абсолютно, его КГБшной натуре. То есть он ведь там в каком-нибудь 2004 году совершенно законно мог бы выдержать совершенно нормальные выборы. И выпустить кого угодно, Навального, да кто угодно против Путина. И набрал бы свои 65% совершенно спокойно. Которые больше, чем в любой европейской стране. Но он боится этого, потому что Путину совершенно претит сама мысль о том, что какие-то людички будут решать его судьбу. Потому что он же ведь себя считает над народом. Вообще народа никакого в Российской Федерации нет. Это все разговоры. То есть он их презирает со страшной силой. Но при этом он не может отказаться, отказать себе в удовольствии получать все-таки эту поддержку. Потому что она у него реально, конечно, была. Можно спорить о ее 82%. Но я так думаю, что в 2004 году у него 65% точно совершенно было. У него проблемы начались с декабря 2014 года. Потому что в декабре 2014 года, после аннексы Крыма, у него даже, может быть, и 80% были. А вот с декабря, когда вдруг рубль рухнул, и все. И люди... То есть Крым-то, само собой, это приятно, конечно, услышишь. Но он далеко, а рубль, вот он у тебя в кармане. И когда у тебя накануне, значит, там, какого-то там, 1 декабря он стоил 35 рублей давали за доллар. А в конце декабря 70 рублей за доллар. А когда ты получаешь в рублях, оплатишь за товары, которые импортируются. И ты вдруг увидел, что тебе надо в два раза больше рублей платить за то, за что месяц назад ты платил в два раза меньше. И вот здесь проблемы у Путина начались. И потом дальше это все уже только развивалось по нисходящей. И, в общем, сейчас ему, конечно, нужна эта поддержка. Она ему... Вот кто-то из моих коллег, экспертов, которые больше занимаются всякими политтехнологиями и выборами, они говорили, что ему это нужно для того, чтобы не полностью зависеть от силовиков. Чтобы вот у Патрушева, у Бортникова там и у прочих всяких силовиков не было ощущения, что без них он ничего не может сделать. Сергей Олегович, вы упоминали вот этих жен мобилизованных. У них, конечно же, чудовищное, по мнению украинца, требование. Они же не требуют от Путина вернуть своих мужей с этой войны. Они требуют вернуть, дать отдохнуть, лучше вооружить, а потом отправить назад украинцев убивать. Поэтому сочувствия к этим женам у меня нет совершенно. Но, тем не менее, они вот теперь организовываются. И помогите понять, насколько эта организованность может масштабироваться в нечто большее, в какое-то там политическое антипутинское движение. В том плане, и почему им позволили, да, вот казалось бы, очень просто, возьмите, разгоните, не разрешите, но нет. Окей, пусть в Новосибирске не в Москве, пусть не на улице, да, с митингом протеста, а пусть в Доме культуры, но им позволили собраться. И они о себе рассказали, заявили, о них теперь знают. Ну, то есть, все-таки, знаете, какое-то движение пошло. Зачем? Почему? Ведь, казалось бы, да, ФСБшникам, Росгвардейцам проще и правильнее было бы просто на корню это все пресечь и моментально их разогнать, задавить в зародыше, как говорится. Нельзя. Нельзя, потому что их слишком много. Их слишком много, потому что, когда у вас 400 тысяч человек находятся на фронте с ружьями, с автоматами Калашникова, да, а у них, значит, надо умножить в среднем на три, значит, сколько там получается? Полтора миллиона – это их семьи. Да, полтора миллиона – это уже один процент от населения Российской Федерации. Это немного, но это один процент. И самое главное то, что, вот вы правильно говорите, они, конечно, не против войны, но именно поэтому они могут это говорить, потому что они же не против войны. Они за войну, но они говорят, наши мужья должны вести эту войну в нормальных условиях. То есть это нельзя разогнать, это нельзя запретить. У нас даже в советское время, кстати, знаете, было такое диссидентское движение, когда некоторые диссиденты боролись с советским режимом с помощью российской и советской конституции. Они требовали от советского режима соблюдения советской конституции. То есть право на тайну переписки, право на тайну жилища, право на личную жизнь, право на политические партии и так далее, право на демократию. То есть все, конечно, понимали, что это слабоблудие, потому что эта конституция была написана для того, чтобы соблюдаться. Но таким образом их нельзя было посадить, потому что… А за что их сажать-то? За то, что они требуют исполнения советской конституции. И говорить, что это антисоветчина, требовать исполнение конституции – это антисоветчина. Хотя на самом деле так и было. И то же самое с этими женщинами. Им нельзя заткнуть рот. И самое главное другое. Значит, представьте себе, начнут их массово разгонять. И не дай бог. А вообще это дойдет до СМИ. Потому что сейчас закрыть информацию нельзя. То есть если не дай бог их разгонят, а у их мужей, которые на фронте, у них автоматы Калашникова. Танки, бронетранспортеры и так далее. И у них уже есть пример Пригожина, который сел просто на все свои танки, бронетранспортеры, и поехал в Москву разбираться с теми, кто там вот чего-то им не додал. И вот представьте, что эти 400 тысяч человек, как в 16-м году или в 17-м году в Российской империи, возьмут, бросят этот фронт и скажут, нафиг нам надо бороться с какими-то украинцами, которые, строго говоря, земля – это нам нафиг не нужна, это не наша земля. Здесь все прекрасно понимают, что они борются ни за что. А там вот где-то их жену, их сестру, их мать, какой-то там ОМОНовец разогнал дубинкой, а не дай бог там выбил ей глаз, а не дай бог сломал ей что-нибудь, там руку, ногу, челюсть и что-нибудь такое. И все эти мужья с автоматами Калашникова возьмутся с фронта и пойдут выяснять отношения с этой властью. Это чрезвычайно опасная вещь. Субтитры создавал DimaTorzok